Объединённые библейские общества представляют Мир Библии Часть пятая. Новый Завет. Евангелие. В 63-м году до н.э. римский полководец Помпей вошёл в Иерусалим. Закончилась эпоха независимости иудейского государства. Покорив новую страну, римляне нередко оставляли у власти местных правителей при условии верности Риму. Так было и в этот раз. В 37-м году до н.э. правителем Иудеи стал Ирод, которому римляне дали титул царя. Евреи не любили Ирода. Он славился своей жестокостью. Однако за 33 года своего правления Ирод воздвиг множество величественных зданий. Он построил город Кесарию на берегу Средиземного моря и город Себастью на месте древней Самарии. Оба города он посвятил императору Октавиану Августу. Ирод построил также множество крепостей по всей стране, в том числе Массаду, Иридион и Махерус. Впоследствии в крепости Махерус содержался под стражей Иоанн Креститель, вплоть до казни. Самая величественная постройка Ирода – Иерусалимский храм. Ирод удвоил размеры платформы, на которой стоял храм, до него. Северо-западный угол платформы был защищен крепостью. Здесь, во время своих визитов в Иерусалим, останавливался римский наместник. Его постоянной резиденцией была Кесария. Возможно, именно здесь, в так называемой Антониевой башне, Понтий Пилат судил Иисуса. Когда апостола Павла арестовали, то его повели из храма в крепость. Оттуда, с лестницы, он обратился к разъяренной толпе. Храм был очень людным местом. Каждый день его посещали тысячи евреев. Важное место в храмовом богослужении занимались жертвоприношения животных. Как регулярные ежедневные жертвоприношения, так и специальные жертвы. Например, жертвы благодарения, жертвы по истечении срока назарейства, или жертвы, положенные после исцеления от кожных болезней. Территория храма считалась святой. Поэтому некоторые группы людей не допускались туда. Не допускались все неевреи. Не допускались также люди с некоторыми видами физических недостатков. В книге «Деяния» говорится об исцелении человека храмово от рождения. Пока он не исцелился, он каждый день сидел в воротах храма, чтобы быть как можно ближе к храму, но не имел права войти на его территорию. Храм был окружен огромным двором. Там всегда было много народу. Там были учителя закона со своими учениками. Там стояли прилавки, где паломники могли купить животных для жертвоприношения. И столы, где они могли поменять иноземные монеты на тирские дидрахмы. Только такие монеты принимались в храме для уплаты налога. В 13 разных местах были расставлены ящики для сбора пожертвований в форме бараньего рога. В один из них бедная вдова и бросила свои две медные монеты. Юго-восточные и юго-западные углы храмовой платформы вздымались над землей на высоту 70 метров. С юго-западного угла священник каждую неделю трубил в рог шафар, чтобы провозгласить наступление субботы. Этот угол платформы так и назывался «место, откуда трубят». Возможно, именно он имеется в виду в Евангелии, когда говорится о крыле храма. Храм находился под контролем первосвященника и саддукеев. Саддукеи – это была по преимуществу партия священников. Помощник первосвященника Сеган заведовал храмовой стражей. В дополнение к храмовому богослужению в Иерусалиме евреи могли пойти в синагогу рядом со своим домом. Мы не знаем, когда и где были построены первые синагоги. В Ветхом Завете нет ясных упоминаний об этом институте. Однако, ко времени Нового Завета синагоги уже появились в самых разных уголках Римской империи. Синагога была центром еврейской общины, средоточием религиозной и социальной жизни. Синагоги занимают важную роль и в евангельских повествованиях, и в книге деяний. Здание перед вами – реконструкция того, как могла выглядеть синагога того времени. Вход здесь обращен к Иерусалиму. Впрочем, среди немногочисленных раскопанных синагог первого века трудно еще заметить какую-то последовательность в ориентации здания. Пространство синагоги разделено колоннами. Вдоль трех или всех четырех стен стояли скамьи, где сидели люди. Однако, во время богослужений большинство народа предпочитало стоять. Во времена Нового Завета, в отличие от более позднего времени, пространства для женщин и мужчин в синагоге не разделялись. В дальнем от входа к концу синагоги стоял стол, часто каменный. На нем лежал свиток с законом Моисея. Чтение Писания занимало важнейшее место в богослужении первого века нашей эры. По субботам читалось сперва пяти книжек, затем отрывок из пророков. В принципе, любой мужчина-еврей мог быть приглашен читать свиток с Писанием. Возможно, что ко времени Иисуса уже начал складываться фиксированный круг чтения пророческих текстов, но чаще приглашенный для чтения выбирал текст по собственному усмотрению. Тот, кто читал Писание вслух, всегда делал это стоя. Если же, завершив чтение, он хотел добавить еще несколько слов от себя, то обычно садился и проповедовал сидя. Ирод умер около четвертого года до нашей эры. Римляне разделили его царство между тремя его сыновьями. Архилай был назначен этнархом, то есть правителем народа в Иудее. Его братья Антипа и Филипп получили земли на севере и востоке страны. Они носили титул тетрарха, то есть правителя четвертой части страны. К шестому году нашей эры народ устал от жестокости Архилая. В Рим отправилась делегация с просьбой отстранить его от власти. Римляне согласились и заменили его римским наместником. Так Иудея стала провинцией Рима. Самый известный из римских правителей Иудеи Понтий Пилат занимал этот пост с 26 по 36 год нашей эры. Власть наместников становилась все невыносимей для жителей Иудеи. В 66 году нашей эры евреи восстали против Рима. Война шла 4 года. К концу лета 70-го года нашей эры римляне захватили Иерусалим. Разрушили храм и, угнав множество евреев в плен, обратили их в рабов. Римская армия делилась на легионы. Численность каждого была примерно 5000 солдат. Во времена Нового Завета в провинции Сирии, частью которой считалась Палестина, стояло 4 римских легиона. Легион состоял из 10 когорт. Когорта из 6 центурий по 80 человек. Начальник центурий назывался центурионом. Несколько таких центурионов упоминаются и в Новом Завете. На подвластных римлянам землях они могли заставить любого человека нести для них военную или гражданскую повинность. Некоторые считают, что именно этот образ стоит за словами Иисуса из Нагорной проповеди. «Кто принудит тебя идти с Ним одну милю, иди с Ним две». Так во время казни Иисуса римские солдаты заставили Симона Кириньянина нести крест Иисуса на место казни. Во всех четырех Евангелиях рассказ о служении Иисуса начинается с проповеди Иоанна Крестителя. Он был родственником Иисуса. То, что говорит об Иоанне Новый Завет, в целом подтверждает Иосиф Флавий. Иоанн проповедовал в пустыне, но в таком месте, где было много воды. Тех, кто приходил к нему, он крестил в воде. Крещение восходит к еврейскому ритуальному омовению. Омовение могло совершаться как в проточной воде, так и в стоячей. К эпохе Нового Завета чаще всего оно совершалось в специально сооруженном маленьком бассейне, высеченном в скале и выложенном известковым раствором. Такой бассейн назывался Микве. Совершающий ритуальное омовение сперва входил в воду, а потом погружался в нее целиком. Чтобы омовение считалось действительным, вода должна была войти в соприкосновение со всеми частями тела, поэтому требовалось предварительно снять с себя всю одежду и все украшения. Служение Иисуса началось на севере страны, в Тетрархии Филиппа. Значительная часть событий, изложенных в Евангелиях, происходит в Галилее и, прежде всего, вокруг озера Кенерет, известного также как Тивериадское озеро или Галилейское море. Это озеро питается водами реки Иордан, истоки которой находятся на севере, близ горы Хермон. На юге озера река Иордан вытекает из него дальше и продолжает свой бег к Мертвому морю. Озеро Кенерет на 200 с лишним метров ниже уровня моря и с трех сторон сжато холмами. Почти все перемещения Иисуса по озеру происходят либо с запада на восток, либо с востока на запад. Когда Евангелий говорит нам, что Иисус сел в лодку и переехал на другую сторону озера, обычно имеется в виду, что Он пересек озеро в его северной части. Географическое положение Тивериадского озера таково, что здесь часто дуют сильные ветры. Сильнее всего они в полдень. Ветер дует с запада на восток, и у восточного берега озера может наблюдаться сильное волнение. К середине вечера ветер стихает. Ночью он может поменять направление. Впрочем, ночью ветер обычно не такой сильный, как днем. В зимние месяцы в Галилее, как и по всей остальной стране, бывают бури. Они приходят с севера-запада или с севера. Бури могут быть очень сильными. Три синоптических Евангелия рассказывают нам, как Иисус послал демонов в стадо свиней. Свиньи бросились с крутого обрыва в озеро. Мест, подходящих под такое описание на берегах озера Кенерет, немного. Скорее всего, это произошло на восточной стороне озера. Вскоре после того, как Иисус начал свою проповедь и исцеление, Он оставил родной Назарет и перебрался в Капернаум. Капернаум был расположен на большом торговом пути, который вел от Средиземноморского побережья к Дамаску. Во времена римского правления он носил название Виамарис, Приморский путь. Капернаум лежал на границе Галилеи, Тетрархии Ирода Антипы и Гавланетидой, которой правил брат Антипы Филипп. В городе, находящемся на торговом пути, у границы была римская таможня. По-видимому, здесь и работал один из учеников Иисуса, мытарь Матфей. В Капернауме стоял и маленький военный гарнизон под командованием Центуриона. Вероятно, это были наемники на службе Ирода Антипы. Мытари взымали пошлин из купцов, проходивших по Виамарис, собирали налоги с рыбаков и вообще следили за порядком. Хоть Капернаум был небольшим городком, в нем была своя синагога. Вряд ли население городка превышало тысячу или полторы тысячи человек. Большинство, по-видимому, составляли рыбаки. Упоминаются в Евангелиях и несколько других окрестных городков. Примерно в пяти километрах к северу от Капернаума стоит город Хоразин. Там, в синагоге, при раскопках было найдено каменное кресло – престол Моисея. Хоразинская синагога была построена уже после событий, описанных в Новом Завете, но такие каменные кресла встречались и в синагогах времен Иисуса. Предназначение их неизвестно, ясно лишь одно, что они были символом власти. Когда в Евангелии от Мосфея мы читаем про престол или седалище Моисея, речь идет о духовной власти. По меньшей мере, трое из учеников Иисуса были родом из Вевсаиды. Точное местонахождение Вевсаиды пока еще спорно, но, несомненно, она была недалеко от Капернаума, на северном берегу озера. Как и в Капернауме, основным занятием местных жителей была рыбная лобля. Лодки, с которых в озере Кенерат ловили рыбу, были примерно 8,5 метров в длину и 2,5 в ширину. На такой лодке могло поместиться 12-15 человек. Она могла ходить и под парусами, и на веслах. Управление осуществлялось с помощью рулевого весла. Зачастую несколько рыбацких лодок работало совместно, артелью. Чтобы удержать лодку на месте, использовали якоря, большие камни, в которых было просверлено отверстие. Канат, пропущенный через это отверстие, был другим концом привязан к лодке. Перед вами лодка того времени, которая была обнаружена на дне озера, близ берега, в 1986 году, когда уровень воды в озере был особенно низким. Сети для рыбной ловли упоминаются и в Ветхом, и в Новом Заветах. Самая простая сеть, предназначенная для использования одним рыбаком, была круглой, диаметром 6-7,5 метров. Вдоль края пропускалась веревка и привязывались грузила. Такую сеть закидывали с берега или с лодки особым вращательным движением, так что она ложилась на воду ровным кругом. Грузила увлекали сеть вниз, и она опускалась на плавающих под ней рыб. Рыбак тянул за веревку, стягивая края сети, так что получался своего рода мешок с пойманными рыбами, и вытаскивал улов. Невод — это длинная прямоугольная сеть. Его закидывали таким образом, что верхний край держался на воде на поплавках, а нижний опускался на глубину, благодаря грузилам. Невод ставили, а потом выбирали либо с суши, либо с лодок, и все рыбы, что попадали внутрь области, огражденной неводом, делались добычей рыбаков. Невод упоминается в главе 13 Евангелия от Матфея, а также в книгах Языки Иля и Аввакума. В книгах Иова, Экклезиаста, а также в Евангелиях упоминается и еще один вид рыболовных сетей — верши. Это относительно сложное сооружение из нескольких сетей. Чаще всего ряд мелкоячеистой сети, натянутые между двух рядов крупноячеистой сети. В отличие от простой сети и невода, верши были неподвижными. Их просто расставляли в воде на несколько часов, таким образом, что рыба сама заходила внутрь и застревала. Переплетение мелкоячеистой сети с крупноячеистой создавало своего рода карманы, из которых рыба уже не могла выбраться. Рыболовный крючок в те времена представлял собой маленький изогнутый кусочек металла или кости. В качестве крючка могли использовать также крупную колючку. Один конец крючка заостряли, и рядом с острием делали небольшую зазубрину. С другой стороны, крючок имел ушко или изгиб, за который цеплялась леса. На крючок насаживали наживку и закидывали в воду. Рыба глотала наживку и повисала на крючке. Такой метод ловли рыбы упоминается в 4 главе Амоса и в 17 главе Матфея. В Ветхом Завете есть несколько слов для гарпуна. Гарпун — это деревянная палка с зазубренным наконечником из металла или кости, своего рода копье для охоты на рыбу. К тупому концу привязывали веревку так, чтобы гарпун можно было подтащить назад вместе с добычей. Назарет, где вырос Иисус, находится в Галилее. В Новом Завете Назарет называется городом, а не деревней. Но это был очень маленький город. Жители занимались сельским хозяйством или различными ремеслами. Согласно Евангелиям, Иосиф был плотником. Возможно, этим ремеслом занимался и Иисус. Недалеко от Назарета был расположен один из самых крупных городов Галилея, Сепфорис. В I веке до н.э. этот город лежал в руинах, но в III году до н.э. Ира Тантипа решил выстроить его заново. Возможно, именно работа, связанная со строительством Сепфориса, привлекла сюда Иосифа. Галилея делится на верхнюю и нижнюю. В верхней Галилее находится город Панея. Филипп, сын Ирода Великого, сделал этот город столицей своей Тетрархии и назвал его в честь римского императора Кесарии. Он расположен у подножия горы Хермон. Некоторые считают, что именно Хермон – это та высокая гора, где произошло преображение Иисуса. Отсюда берет начало один из истоков Иордана. Галилею и Иудею разделяла Самария. Отношения между евреями и самаритянами были враждебными. Поэтому, когда евреи шли из Иудеи в Галилею или обратно, они следовали в обход Самарии по так называемому царскому пути, на восток от Иордана. Дома и другие строения обычно сооружаются из подручных материалов. В Месопотамии или Египте, где было мало дерева и мало строительного камня, использовали необожженный кирпич. В Израиле, напротив, самым распространенным строительным материалом был камень. Для строительства подбирались камни подходящего размера и формы. Иногда камни слегка отесывали. Размеры и внутреннее строение дома в разных странах в разные эпохи различаются. Однако, что касается израильтян, то начиная с их появления в Ханаании вплоть до времен Нового Завета, и строительные материалы, и строительная техника у них практически не менялась. Да и вид небогатого дома почти не изменился. В центре обычно было небольшое пространство, окаймленное комнатами с трех сторон. Скорее всего, это был двор. Если, однако, считать центральное пространство комнатой, то всего получится четыре комнаты, поэтому такому дому археологи дали название «четырехкомнатный дом». Одна из боковых комнат, туда из центрального пространства вела дверь, служила кладовой. Возможно, там также готовили еду. Другая комната, расположенная напротив нее, обычно отделялась от центрального пространства не стены, а лишь рядом колонн. Она тоже служила для приготовления пищи и для хранения запасов, а в некоторых случаях использовалась, как стоило для скота. Оба боковых помещения были крытыми. В боковых помещениях могли также прясть, ткать, обрабатывать ткань, чинить сельскохозяйственный инвентарь, даже выжимать оливковое масло из оливок. В задней части дома, перпендикулярно центральному пространству, находилась еще одна комната. Здесь спала вся семья. На матрасах, постеленных прямо на полу, или на низких кроватях. Когда человек из притчи Иисуса говорит, «Я на кровати со своими детьми», речь идет именно о такой общей спальне. В те времена люди обычно ели два раза в день, утром и вечером после работы. Большие блюда с едой расставляли прямо на полу, на циновке, и люди рассаживались вокруг. В Библии говорится иногда и о том, как люди едят за столом, но это означает, что речь идет о богачах. Еврейское слово со значением «стол» первоначально обозначало соломенную подстилку или звериную шкуру, разложенную на земле. Даже в тех домах, где был стол, он походил на что-то вроде циновки, слегка приподнятой над полом. Во время еды вокруг стола возлежали, опираясь левым локтем на подушку, слегка поджав под себя ноги. Однажды, когда Иисус возлежал за трапезой, женщина подошла к нему сзади и помазала его ноги благовониями. Возлежа за трапезой в такой позе, Иоанн мог откинуться на грудь Иисуса и обратиться к нему с вопросом. В притче о богаче и Лазаре Иисус говорит, что ангелы отнесли Лазаря на лона Авраамова. Речь идет, скорее всего, о мессианском пиршестве, где Лазарь занимает почетное место рядом с Авраамом. В те времена люди не пользовались столовыми приборами, вилками, ножами, ложками, ели руками. Оторвав кусок плоского хлеба, его обмакивали в общую тарелку или использовали, чтобы подобрать какой-то кусок еды. Книга-притч говорит, что лодырь запустит руку в блюдо, а до рта не донесет. Имеется в виду, он такой ленивый, что даже руку с едой к рту поднести не может. Поскольку все ели руками из общей тарелки, важно было мыть руки перед едой. Предписания еврейской религии много говорят об этом. Пища в обычном доме подавалась в глиняных мисках или на плоских блюдах. Из глины делали и чаши, впрочем, некоторые семьи могли позволить себе посуду из камня. Камень прочнее, и, кроме того, если что-то нечистое коснулось сосуда, то каменные сосуды, в отличие от глиняных, можно было отчистить от скверны. Лишь очень богатые люди могли позволить себе посуду из металла или стекла. Из камня иногда делались и сосуды для хранения воды. Евангелие Атеана рассказывает о свадьбе в Кане Галилейской. Вода там хранилась в больших каменных сосудах. Комната, где люди ели и спали, днем освещалась лишь тем светом, что проникал в нее через открытую дверь и маленькие окошки. Ночью зажигали лампы. В них наливали оливковое масло и клали фитиль. Горящий фитиль давал свет. Стены покрывали известковой обмазкой изнутри и снаружи. Это спасало от ветра, чтобы не задувал в щели, от дождя, от насекомых и мелких животных. Здесь мы можем видеть, как устроена стена. Крупные щели между камнями заделаны глиной. Поверх нанесена известковая обмазка в один или два слоя. В богатых домах стены покрывались росписью. Пол, как правило, был просто глинобитным. От ходьбы он крошился и образовывалась пыль. В одной из притч Иисуса, в Евангелии от Луки, речь идет о женщине, которая потеряла у себя в доме монету. Эта монета могла просто затеряться в слое глиняной крошки на полу. Женщина взяла веник и подмела пол, чтобы найти монету. Как правило, в доме был только один этаж, реже два. Крыши израильских домов были плоскими. Обычно у наружной стены делали лесенку на крышу. Здесь, на крыше, люди спали в теплую погоду, хранили зерно и другие продукты. Или просто сидели и разговаривали во время вечерней прохлады. Крыша делалась в три слоя. Сначала между стенами укладывались деревянные балки. На них перпендикулярно клали вплотную друг другу прутья. Поверх укладывали слой глины. Ее утрамбовывали тяжелым каменным катком. В некоторых домах слой глины закрывали еще чем-то вроде черепицы. Когда четыре человека в Капернауме опустили постель со своим больным товарищем через крышу к ногам Иисуса, они, по-видимому, причинили немалый ущерб крыше, а на Иисуса и других, стоящих внизу, сбросили много мусора и грязи. Когда на тонкий слой глины на крыше падали семена растений и трав, они пускали корни и быстро росли. Однако под лучами солнца травы скоро высыхали. В Библии часто говорится, что люди, как трава, выросшая на кровлях. Кажется, что они процветают, но Бог будет им судьей. Двери были деревянные и поворачивались на деревянной оси. Существовало два способа запереть дверь. Самый простой и надежный – задвинуть дверь изнутри деревянным или металлическим засовом. Но уже с древних пор люди знали и замки. Замки и ключи могли быть деревянными или металлическими. Когда семья росла, люди часто не строили себе новые дома, а просто пристраивали новые комнаты к старому дому. Женившийся сын пристраивал одну-две комнаты к отцовскому дому и приводил туда жену. С течением времени дом мог разрастись в сложнейший комплекс. Одна из притч Иисуса начинается с цитаты из книги Исаии, где описывается, какую работу надо сделать в винограднике перед тем, как сажать виноград. Чтобы охранять виноградник, во время созревания ягод владелец винограда построил в нем сторожевую башню. Из созревших гроздев выдавливали сок в так называемой давильни, которую строили, как правило, прямо рядом с виноградником. Грозди топтали на плоском полу, откуда сок стекал в специальный чан, высеченный в скале. Римляне во времена Иисуса не очень вмешивались в то, как евреи решали свои внутренние споры и отправляли правосудие. Верховный еврейский суд во времена Нового Завета назывался Синедрион. В него входили 70 членов плюс первосвященник, который председательствовал на собраниях. Синедрион имел право приговорить еврея к смерти, но приговор не мог быть приведен в исполнение без разрешения римских властей. В 4 главе Евангелия от Луки мы читаем, что Иисус вернулся в свой родной город Назарет. В синагоге Он читал пророчество Исаии. Толкование, которое Он дал этому пророчеству, привело слушателей в такую ярость, что они попытались убить Его. Закон Моисея предписывал несколько видов казни, в том числе побития камнями. Детали процедуры были разработаны задолго до Нового Завета. Осужденного сперва сбрасывали головой вниз со скалы высотой в один или два человеческих роста. Это считалось гуманной мерой. Предполагалось, что после этого осужденный теряет сознание и уже не чувствует боли. Свидетели, чьи показания обрекли Его на смерть, первыми бросали на Него сверху большие камни, а за ними и прочие члены общины. Жители Назарета именно на такую скалу и повели Иисуса, чтобы подвергнуть Его такой казни. Тело умершего должно было быть похоронено до захода солнца, а пока вечер не наступил, его вывешивали на дереве или на столбе всем в назидание. Таково одно из толкований слов второзакония «проклят повешенный». В свитках Мертвого моря эти слова прилагаются и к распятым на кресте. При распятии осужденного привязывали или прибивали к столбу и оставляли висеть, пока он не умрет. Такой вид казни известен многим человеческим культурам. И возможно, что римляне переняли его у жителей Карфагена. Часто для казни использовали крест из двух деревянных брусьев. При этом вертикальный брус, столб, врытый в землю, мог использоваться многократно. Иногда роль такого столба выполнял просто ствол дерева. Горизонтальную перекладину осужденный сам на себе нес к месту казни. Там его руки привязывали или прибивали к этой перекладине, а затем, подняв перекладину, прикрепляли ее к столбу. Иногда на столбе делался специальный выступ, куда осужденный мог как бы усесться. Ноги его привязывали или прибивали к столбу. Такое положение тела затрудняло дыхание и кровообращение, и обычно осужденный погибал от удушья. Чтобы спастись от него, он все время пытался приподнять свое тело, упираясь в столб ногами. Перебить распятому ноги значило ускорить смерть. Еврейские источники рассказывают, что некоторые иерусалимские праведники пытались облегчить страдания распятых. Они давали им наркотическое питье, чтобы умирающий впал в забытье и не чувствовал боли. В целом, погребальные обычаи в эпоху Нового Завета не так уж сильно отличались от погребальных обычаев предшествующего периода. Бедняков по-прежнему хоронили в неглубоких ямах, присыпанных камнями, богачей в пещерах или усыпальницах, высеченных в скале. Сотни могил, бедных и богатых, расположены на склонах гор, окружающих Иерусалим. Прежде всего, на склонах Масличной горы и горы Скопус. Тела умерших богачей клали в каменный гроб, саркофаг. Бытовала и практика вторичного захоронения. Сперва телам давали истлеть, а затем кости собирали в небольшой каменный ящик. Асуарий. Одежда мужчин и женщин отличалась не так уж сильно. Нижней одеждой служила длинная рубаха, туника или хитон. Ее обычно делали из шерсти или льна. Но бывали и кожаные туники. Она была ниже колен, часто без рукавов. В теплую погоду представители небогатых слоев населения ничего, кроме туники, на себя не надевали. Именно тунику Иисуса разыгрывали между собой в кости римские солдаты. Поверх туники надевали верхнее платье. Его подпоясывали длинным кушаком, который мог заодно выполнять и функции кармана. Небольшие предметы путники брали с собой, просто завернув их в кушак. В Библии кушак или пояс – символ готовности к бою или служению. Ночью верхнее платье могли использовать и как одеяло. Поэтому закон предписывал израильтянам, что верхнее платье, взятое кредитором в залог, должно быть возвращено до захода солнца. В некоторых случаях мужчины-евреи носили также и нечто вроде прямоугольной накидки. По краям ее делались кисточки. Предписание делать такие кисточки по краям одежды дано в 15 главе книги чисел. Когда мы читаем, что женщина, страдавшая кровотечением, коснулась края одежды Иисуса, то, возможно, речь идет о кисточке на его накидке. Во время молитвы мужчины-евреи привязывают на руку и на лоб особые кожаные коробочки. Они называются филактерии или тефелин. В основе этого обычая буквальная интерпретация ветхозаветного предписания «повязать заповеди Господа на руку и на лоб». Наиболее распространенной обувью были сандалии. Они делались из толстого куска кожи или дерева, который привязывался к ноге кожаными ремешками. На голове мужчины носили нечто вроде тюрбана, длинную повязку, которую много раз обматывали вокруг головы. Головная повязка защищала от палящего солнца. Вплоть до времен Нового Завета в иудаизме не было никаких предписаний, обязывавших мужчину покрывать голову. Женщины, однако, были обязаны прятать волосы под головной убор, чтобы не привлекать внимание мужчин. Иисус и его ученики много странствовали между Галилеей и Иерусалимом. Они путешествовали пешком. Одна из дорог, связывавших север с Иерусалимом, пролегала по Зеорданью. Реку переходили к северу от Иерихона. Оттуда путь в Иерусалим поворачивал на запад, и подъем в Иерусалим совершался по крутой, но очень хорошо построенной римской дороге. Путешествие длилось 3-4 дня, в том числе один день уходил на подъем из Иерихона в Иерусалим. На этом подъеме и разворачивается история, рассказанная в притче о добром самаритянине. Это история о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон. 30 километров между Иерусалимом и Иерихоном можно было пройти за один день. Но это трудный путь. Разница в высоте над уровнем моря в начале и в конце пути составляет 1200 метров. Некоторые иллюстрации к притче изображают все так, как будто дело происходит на равнине. Это далеко не так. В Библии упоминается множество дорог и улиц, либо внутри городов и деревень, либо между городами и странами. Большинство из них не были мощенными, просто протоптаны ногами и проложены колесами повозок. Мостили, и то иногда, лишь общественные места в больших и малых городах. Улицы же в маленьких городах и деревнях не были как-то специально построены. Это были просто незамощенные участки между зданиями. Большинство дорог, упомянутых в Библии, местные дороги, которые были лишь чуть шире, чем просто широкая тропа. Они исследовали рельефу местности. Повозки по таким дорогам, как правило, не ездили. Но упоминаются в Библии римские дороги. Их строили специально, они были мощенными. О такой дороге идет речь, например, в Евангелии от Марка. Перед нами сейчас остатки римской дороги, которая вела из Иерусалима к морю. Камни римских дорог специально обрабатывали, чтобы копыты лошадей и ослов не скользили. В Иерусалиме во времена Иисуса жило от 50 до 100 тысяч человек. Город был окружен стенами. Самым величественным сооружением был построенный Иродом храм. Платформа, на которой он стоял, занимала почти четверть площади Иерусалима. К югу от храма находилась территория древнего города, некогда завоеванного Давидом. За столетия Иерусалим распространился к западу и северу. На восток от города возвышается Масличная гора, ее северное продолжение гора Скопус. Отсюда наблюдали появление новой луны. Еврейский календарь лунный, и для определения начала нового месяца необходимо заметить, когда именно появляется на небе серп новой луны. Специальные наблюдатели старались поймать этот момент и передавали сигнал представителю Синедриона, который ожидал этого сигнала на храмовой горе. Провозглашение нового месяца входило в число обязанностей Синедриона. У подножия Масличной горы в долине Кедрона располагался сад под названием Масличная Давильня, Гефсиманский сад. Видимо, там было много масличных деревьев. В ночь, когда Иисус был взят под стражу, Он привел туда своих учеников. На Масличной горе находились две деревни – Вифания и Вифагия. В неделю перед Пасхой и распятием Иисус останавливался здесь в Вифании, у друзей. С вознесения Иисуса, которое произошло на Масличной горе, начинается книга деяний. Фильм озвучен на студии Нота по заказу Российского библейского общества в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok